Утро доброе! В студии Кирилл Уржумцев, и сегодня я приготовлю простые слойки к чаю или же к кофе. Какие ингредиенты мне для этого понадобятся? Одно яйцо, им я буду смазывать уже почти готовые слойки, также слоеное дрожжевое тесто, немного муки и, конечно же, термостабильное повидло от компании Юдинцев. Сегодня я выбрал вишневое повидло. Сегодня мы представляем вам настоящее волшебство на вашем завтраке. И это не только термостабильное повидло, но и невероятные желе и муссы от компании Юдинцев, совместимые с постом и вегетарианскими диетами, благодаря отказу от желатина животного происхождения. Эти продукты, произведенные недалеко от вашего дома, в Хабаровске, обещают сохранить свежесть и вкус. Добавьте их к вашему завтраку или используйте как здоровую закуску. Натуральные ингредиенты и уникальный вкус и аромат делают продукты от компании Юдинцев неповторимыми. Попробуйте и почувствуйте волшебство утра вместе с компанией Юдинцев. Я заранее подготовил слоеное тесто, разрезал его на нужные мне кусочки и прямо сейчас перехожу к формированию слоек. Итак, беру первый кусочек теста и делаю всего лишь четыре надреза. Первый, второй, третий и четвертый. У вас должно получиться четыре треугольника. Теперь в центр этих четырех треугольников я выкладываю термостабильное повидло от компании Юдинцев. Каждый из уголков получившегося треугольника я защипываю к центру. Будущая слойка практически готова. Я отправляю ее на противень и с оставшимися тремя кусочками слоеного теста проделываю ту же самую процедуру. Все четыре слойки я уже сформировал. Осталось только смазать их взбитым яйцом. Осталось отправить их в духовку, разогретую до 180 градусов до готовности. Я думаю, что это где-то 10-15 минут. Слойки с повидлом готовы. Они очень красивые, ароматные, яркие. Ну а пожелание на день сегодня будет таким. Постарайтесь чаще видеться с родными людьми. И неважно, живут они в соседнем доме или же за тысячу километров от вас. Завтрак готов. Приятного аппетита. Ну и, конечно же, до встречи на губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова